Ребят, всем привет и поговорим о интересных наушниках. А6601 Bluetooth Headset и они вот видите GD, вот мне так кажется, что этот GD выступает, ну если не спонсором, то как минимум совладельцем этих наушников. И вот QS Bluetooth Headset модель такая, это черные наушники, а чем же они интересны, а сейчас будем разбираться. Вот такой вот пластиковый футлярчик и под ним еще дополнительные у нас фишечки. А фишечки заключаются в чем? В инструкции на китайском языке и на китайском, и на китайском. Зарядный кабель USB, micro USB, вот такой вот. И еще две пары амбушюр для более, как бы для разных уш, то есть большие, маленькие, а здесь у нас скорее всего надеты средние. Силиконовые, достаточно приятные на ощупь. Сами наушники располагаются вот в таком вот корпусе, я сейчас и не понял, как его откровенно открыть, а оказывается, вам просто провернуть. И тут у нас будет доступно два наушничка. Снимаем защитную пленочку. Приятный пластик, ну не софттачевый. Просто пластик. То есть два уха у нас здесь находятся, и в то же время они находятся, ребят, на подзарядке. То есть вот эта штука у нас является своеобразным пауэрбанком для наших ушей. Закрыли, кинули в карман сумку, надо открыли. Достаем наши уши, видите, контактная группа присутствует, левая, правая, кнопка включения-выключения тоже есть. И вот степень заряда нашего пауэрбанка. Чтобы зарядить, в правом части у нас micro USB разъем. И самого вот этого вот пауэрбанка, док-станции, можно так сказать, хватает на зарядить наушники два с половиной раза. То есть, в принципе, на два раза точно хватит. То есть два с половиной, заявляет производитель. Пыльная зарядка хватает. У нас полтора часа наушничек у нас заряжается. И на три часа музыки с головой внутреннего аккумулятора будет нам хватать. Разбирать я их не берусь, потому что даже не знаю, как это сделать. Ничего такого нету. Да и вот здесь тоже самое. Нету никаких, ребят, ни винтиков, ничего. Тут все на защелках. И как его разобрать, чтобы не сломать, загадка для меня. На передней части после включения присутствует индикатор заряда. То есть, сколько у нас осталось энергии в нашей банке. И, соответственно, после того, как мы прослушали, вставляем наушнички. Надо приловчиться. Не очень удобно мне их вставлять, если честно. Это правый. И надо контактной площадочкой. Вот раз. И вот два. А, магнитная она здесь, смотрите. Оп. Магнит притянул. И все. То есть, главное выбрать левый, правый. Закрыли. Можно не закрывать. Вот видите, не выпадает. И, соответственно, сейчас они находятся на зарядке. Во время подзарядки до 0,25 Ампер доходит. Ну, где-то в районе, вот сейчас уже 0,17. Но уже оно заряжено. Хотя нет, не заряжено. Горит красное. Значит, еще наушники заряжаются. И, когда будут наушники заряжены, будет гореть синим светом. Относительно размеров. Сама упаковка 71,7 мм. Диаметр 34,7-35 мм. Ее толщина. Относительно наушников. Вот так вот я измерю аккуратненько. Так, 27,7 мм. Вот тут вот. 16,3 мм. И максимальная, наверное, 18 мм. Ну, 19 мм. Вот так возьмите. Относительно веса. Наушник один весит 5,2 грамма. Ну, соответственно, два наушника должны весить уже 10,4 мм. Сама вот эта вот приблуда стоит 47,7 мм. Весит, говорю, стоит она до 30 долларов. 58-37 общий вес. У каждого наушника еще присутствует светодиод индикации, который вот моргает. Для того, чтобы мы их могли спарить с мобильным телефоном. Кроме этого, защита IPX4, то есть они не боятся влаги, брызг и прочее. То есть, понятное дело, что если мы воду их окунем, будет плохо. Но если мы пойдем с ними под дождь, ничего страшного не произойдет. Подключение вот моргает красным и синим. То есть, еще красным оно будет моргать, когда будет садиться здесь аккумуляторная батарейка. А синим, соответственно, когда уже будет полное подключение. Смартфон находит GD-GX-HS601 гарнитуру. Вот эта кнопочка, она многофункциональная. Первое, это просто одинарное нажатие. Это пауза, либо продолжение проигрывания трека. Двойное нажатие, перемотка на следующий трек. То есть, соответственно, мы еще на следующий трек. Если вдруг нам кто-то звонит, одинарное нажатие. Это принять звонок. Двойное нажатие, сбросить звонок. И, соответственно, только левый динамик у нас, получается, наушник выступает в роли гарнитуры. То есть, у него есть микрофон. И он же у нас, грубо говоря, у нас будет в качестве гарнитуры. Когда вам кто-то звонит, будет звонить и смартфон, и вот этот вот наш наушничек будет вам в ухо на китайском, правда, языке диктовать номер входящего вашего звонка. То есть, номер абонента. Но, правда, все полностью на китайском языке. И, кроме этого, во время тоже различных телодвижений, спаривания и прочее, тоже все на китайском, ничего не понятно. Но, думаю, что, в принципе, интуитивно все просто и понятно. Так что, что на левом, что на правом, у нас присутствуют такие вот кнопочки, которые легко могут управляться плейлистом, либо же, ну, банально, hands-free гарнитурой. Долгое удержание на кнопочку произведет того, что наушники просто выключатся. Ребят, вот так вот они сидят в ушах. На самом деле, никакого дискомфорта я не испытываю. Я слышу внешние звуки, но, правда, немножко приглушенно. Когда разговариваю, конечно, слышу, грубо говоря, у меня голос из головы идет. То есть, они такой небольшой вакуум создают. Когда играют наушники, то, в принципе, вообще ничего в округе не слышно. Звук неплохой. Громкости достаточно, чтобы, грубо говоря, не срывало голову. Удобно, если что, взять, поставить на паузу. Минус еще какой, что если вы где-то, вот там, а, что, надо ее держать в руке, нету никакой-то там, ну, хотя бы веревочки. Ну, в принципе, они позиционируются в себя вот в таком вот форм-факторе, что, чтобы не висеть в ушах, а не висеть там веревкой какой-то на шее. Интересный гаджет. Плюс еще в том, что у нас присутствует эта коробочка. Сниму, потому что, честно, очень себя приходится орать. Форм-фактор еще, форм-фактор говорю. Плюс в том, что еще присутствует коробочка, в которой мы можем зарядить их. И нам хватит их, ну, ребят, мне хватило ровно на два с половиной часа громкого прослушивания музыки. Я катался на велосипеде и слушал музыку. Два с половиной часа. То есть, заявляя три, ну, вот, два с половиной, реально, этого, и еще плюс, я еще смогу их еще два раза зарядить. То есть, грубо говоря, автономности нам хватит на два-два, на шесть часов. Потом придется заряжать коробочку, и, соответственно, она же будет заряжать у нас наушники. Так что, вот, интересная штуковина, достаточно интересная. По качеству звука, ну, я не супер меломан, но мне нравятся. Есть и средние, и низкие, и высокие частоты, и бас присутствует. Ну, и, соответственно, в ухе очень удобно. То есть, мы их вставили, вот, и вот, как бы я не пытался их вытрусить, я их не могу вытрусить, они крепко сидят. Ну, что ж, друзья, ставьте лайки, задавайте обязательно свои вопросы. Также у нас есть еще телеграм-группа, где есть всякие различные купоны, вы про нее тоже не забывайте. Ссылка в описании. Ну, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok